Здравствуйте, коллеги! Главный тренер Воронежского футбольного клуба «Факел» Дмитрий Анатольевич Пятибратов готов ответить на ваши вопросы. В первую очередь, Дмитрий Анатольевич, я хотел бы попросить от себя вас прокомментировать ход сегодняшней встречи. Не очень хороший результат. Я считаю, что мы сегодня играли в футбол лучше «Зенита» и как минимум должны были сегодня не проиграть этот матч. Мы уверенно действовали без мяча, мы прессинговали весь матч и заслуживали того, чтобы сегодня порадовать наших болельщиков. Фантастическая поддержка. Я думаю, что этот матч показал, что команда двигается в правильном направлении. Есть над чем работать, но такие матчи показывают, что команда правильно реагирует. Мы можем контролировать мяч, мы можем создавать моменты, мы можем очень смело играть в атаке. Дальше тренируем реализацию. Ребят поблагодарил за то, что они сегодня были смелые на поле. Результатом расстроен. Коллеги, ваши вопросы. Представляйтесь, пожалуйста. Друзья, я очень довольна, что ты с Валидом. Скажите, какая мотивация запредельная на концовку второго тайма? Это обусловлено соперником, который был на другом половине поля? Или как-то нашли ребят такую С2, которые позволили так им играть? Соперник 2-2 тайма был на своей половине поля. Это мотивация, это желание победить. Команда всегда сражается до последней минуты. И, конечно, нам очень хотелось перевернуть этот матч. Может, еще хотелось бы Ваше мнение узнать по формату кубкового турнира. Удобен ли он такой скуповым этапом для фактика или, может быть, для маленьких клубов в мировиде, то есть для тех, кто в мировиде не на ведущих полях? Удобен какой-то традиционный постплей-офф? Да нет, мы точно не будем жаловаться на формат. Есть правила, мы их приняли. Есть возможность молодым игрокам получать игровую практику. Да и вообще здесь созданы все слои. А самое главное, что болельщик видит лучшей команды страны. На мой взгляд, здесь огромный плюс. Ну а наша задача на следующий год, все-таки, немножко удачнее выступить в этом турнире. Мне нравится. Еще вопросы? Александр Михайлович, коммерсант Чернадзимы, Дмитрий Анатольевич. Сегодня мяч категорически не летел в ворота «Зенита». А это, по-вашему, как связано? Просто неудача или реально не хватало мастерства в реализации? Ну, здесь я бы еще такой момент учитывал, что великолепное и высочайшее мастерство игроков соперников. Зенит, посмотрите, Родригау. Да, наверное, я не буду перечислять. Любой игрок, который сегодня играл в составе «Зенита», в любой команде нашего чемпионата был бы в стартовом составе. Поэтому здесь и соперник действовал в обороне очень хорошо, плюс воротарь. Ну и нам, на мой взгляд, не хватило немножко спокойствия. Опять есть моменты в начале второго тайма, один момент, потом давление было. Ну, есть над чем работать, я бы так сказал. Нужно время, немного времени нужно. Мы, понятно, что немножко перестраиваем команду. Не совсем завидное турнирное положение, это придавливает немного в чемпионате. Но последний матч показал, что мы правильно работаем, и результат обязательно придет. Понятно, нам бы тоже хотелось больше времени проводить в атаке, больше создавать моменты, но не все сразу. Надо спокойно работать. Мы знаем, что для этого нужно делать, и потихонечку будем совершенствоваться. Нужна и смелость нужна, и прекрасное физическое состояние, потому что сейчас концовка с «Зенитом» вроде была за нами, но не хватило свежести, потому что тяжелая логистика. Мы недавно только вернулись из Грозного. И, естественно, для нас это тоже фактор, который не позволяет нам полноценно готовиться к матчу. У соперников всегда, к сожалению, всегда есть преимущество перед нами. Если позволите, то второй вопрос. Сегодня первые таба серии спонят в табе, но с чем связано в группе? Да, таба хорошо на тренировках это делает, поэтому сегодня ему доверяли. Вот помимо таба у нас есть несколько игроков, которые могут тоже это очень качественно делать. Сегодня решили так. Коллеги, еще вопросы? Да, Глеб Хорошилов, Брайан Гитт. Дмитрий Анатольевич, сегодня очень яркие реакции были от вас на тренерской зоне. Касаемо решения судей, как бы вы могли оценить здесь работу, так как было видно, что вы прям очень реагировали? Ну я оценивать не буду, да, есть эксперты, пусть оценят свою точку зрения, выскажу. Мне не понравились трактовки некоторых эпизодов. На мой взгляд, судья не совсем правильно разобрался в этих эпизодах, поэтому, естественно, было негодование с моей стороны. Коллеги, есть ли у кого-то еще вопросы? Спасибо, хорошего вам вечера. Спасибо.